всем привет меня зовут катя и вы на канале ароматик бабл сегодня у нас второй урок по бомбочкам и сегодня мы будем делать их с морской солью также в сегодняшнем видео мне нужно протестировать новые красители для бомбочек вот такие у меня мне достались такие цвета тиффани зеленый и оранжевый ну оранжевый понятно тиффани интересный такой вот посмотрите серенький серебряный но мне больше понравился зеленый почему же он такой бежевый ну возможно при взаимодействии с основой да вот с нашей смесью и с маслами он действительно станет зеленым но не знаю посмотрим поэтому именно на этих красителях мы будем ставить опыт и также в этом видео я хочу вам показать как можно измолоть лимонную кислоту и морскую соль я использую вот такую древнюю кофемолку старенькая такая у мамы я ее забрала вот и как раз в этой кофемолке я милю то что мне нужно соответственно смолоть это могут быть кофейные зерна если я делаю скрабы с кофе также лимонная кислота и морская соль хоть конечно лимонная кислота и мелкая но нам нужно все ингредиенты сводить к одному ну как бы одной фракции до такой чтобы они были меленькие меленькие я всегда использую в своих рецептах крахмал и сливки да то есть вот вы их представляете они вообще как мука вот а лимонная кислота и морская соль они все-таки крупные такие соответственно мы их мелим начинаю я с лимонной кислоты после нее я измелью морскую соль когда вы мелите лимонную кислоту обязательно одевайте какой-нибудь респиратор потому что очень едкие пары вот посмотрите во что она превращается в такую сахарную пудру сливки да то есть как мука такая мелкая мелкая посмотрите какими огромными кусочками эта соль продается но естественно такую соль в бомбочке добавлять нельзя поэтому ее мы тоже будем молоть вот смотрите морская соль тоже превращается вот в такую муку все мы все привели к одной такой консистенции и теперь можно замешивать нашу смесь так как у меня три цвета мы сегодня экспериментируем поэтому я взяла в 3 вот такие вот миски но для начала мы весь состав замешаем в одной общей миске а потом ее примерно на равные части поделим в разные мисочки так чтобы каждая бомбочка у нас была своего цвета потому что нам нужно проверить конкретно каждый цвет в прошлом видео мы с вами делали уже вот такие вот сердечки они у нас там 50 с лишним грамм ну давайте возьмем запасом чтобы легче лепить давайте сделаем 60 грамм на одно сердечко три цвета значит соответственно 180 грамм нам нужно сделать самая большая часть это у нас сода ее мы берем как две части одну часть каких-то наполнителей у нас сегодня это будет выступать морская соль и крахмал крахмал мы добавляем для такой красивой пенки и одна часть это лимонная кислота поэтому если 180 грамм значит примерно 120 грамм соды мы делаем около 10 грамм мы добавляем кукурузного крахмала на весах проще всего что не нужно отмерять это все дело ложечками поэтому примерно пропорцию такую высчитываете и просто на весах отмеряете так и около 14 грамм мы возьмем морской соли теперь мы добавляем масло виноградной косточки и вина отдушку добавлять я не буду потому что у нас это тестовая а так пожалуйста можно добавить отдушку примерно 20-25 капель в зависимости от того сколько вы хотите чтобы у вас так папа ваша смесь так сначала все это перетираем ложечкой а потом руками так общий вес нашей смеси получается например на 156 грамм мы это разделим на три части это примерно получается по 52 грамма так все мы разделили нашу смесь и теперь в каждый контейнер добавляем свой краситель это у нас тиффани давайте вот как-нибудь так на глаз добавим так это у нас оранжевый примерно столько же так и вот это вот все таки интересный для меня зеленый который бежевый так и вот тоже его берем примерно вот столько сейчас мы перемешаем все цвета а потом добавим лимонную кислоту и правда смотрите становится зеленым при тщательном и хорошем перемешивании посмотрите цвет становится равномерный и яркий относительно вот но я ярче делать не буду у меня устраивает такой цвет так давайте теперь замешаем тиффани какой красивый посмотрите голубой цвет получается я вообще сама не очень люблю яркие цвета вот для себя я никогда яркие не делаю всегда вот такие вот спокойные какие-то оттенки ну как-то я не очень люблю когда вот прям в кислотной такой воде купаешься вот делаю только когда по индивидуальному заказу когда кто-то вот знакомых заказывает детки очень любят яркие ну тогда вот да можно сделать вот так вот я больше предпочитаю такие спокойные цвета вот смотрите наш тиффани вот такой красивый с голубым отливом да мне очень понравился и вот как раз к слову о том что сухие красители гораздо удобнее растираются видите как все это равномерно лучше чем когда жидкие вот пищевые масляные это у нас оранжевый ну вот он такой скорее персиковый что ли вот посмотрите какой цвет получается ну вот смотрите я его весь растерла посмотрите стал поярче немножко красивый тоже цвет так и теперь в каждую мисочку мне нужно добавить примерно по 10 грамм лимонной кислоты и 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 давайте теперь каждую бомбочку протестируем воде кстати хотела обратить ваше внимание пока я делала бомбочки у меня провались перчатки и цвет тифани попал в этот палец в этот и в этот и я мыла посуду и никак не хочет оттираться то есть в концентрированном в таком чистом виде вот видите какие остаются отметки вот посмотрим как это все будет у нас в воде давайте попробуем сначала с оранжевого как обратили внимание оранжевый я утрамбовала ну да бомбочки не конечно немножко корявенький потому что я их особо не выравнивала но цель у нас не в этом нам самое главное их опробовать и протестировать оранжевая бомбочка вот такая да вот она у меня еще пока разваливается вот такая вот обильная пенка это появляется из-за крахмала так я специально взяла бумажное полотенце чтобы показать насколько окрашенные руки либо мне кажется либо руки у меня стали красного цвета посмотрите вот в этом месте вот такая вот бумажка то есть считайте вы когда вылезли из воды да вот из этой пены вытерлись полотенцем и все это осталось у вас на полотенце так ну вот оранжевый честно говоря мне не очень понравился давайте попробуем остальные так следующая бомбочка у нас будет тиффани вот это вот голубенькая ну честно говоря она мне уже внешне не нравится такие крупинки либо надо вообще мизер какой-то добавлять в эти бомбочки посмотрите и я даже боюсь сюда опускать руку так кто спрашивал окрашивается ли вода вон посмотрите какая голубая делаем эксперимент оставляем вот это вот на поверхности кожи посмотрите какими нерастворившимися частичками видите на коже во какие руки до и и такой представляете вы купаетесь в воде и потом такой халк выходит да я думаю что люди были бы не очень довольны ну вот в принципе как раз то что я показывала и все и не оттирается с тела так берем бумажное полотенце и проверяем руки синюшные посмотрите посмотрите какая рука бедный человек который выйдет из ванной вот в таком вот виде так но это точно минус пойду отмывать руки так руки я вроде отмыл а смотрите чистые не такие синие и у нас последний остался зеленый так то есть получается человеку вообще нельзя касаться бомбочки находясь в воде потому что видите вот это вот вся масса она сразу же окрашивает кожу но в принципе этого не должно быть это не то принятие ванны о котором мечтает каждый человек и полностью не растворяется видите остаются какие комочки вот опять какие руки у меня если вам видно но поэтому мое как мой мой вердикт рассказать все честно и подробно поэтому мое такое мнение это однозначно нет то есть я такие красители приобретать не буду вот смотрите я вытираюсь и краска просто впиталась руки посмотрите какие синие зеленые синие да конечно руки можно отмыть если потом помыть с мылом в проточной воде но это не дело то есть представляете человек принял ванну и потом пошел в душ смываться да ну то есть это это не так поэтому то что я вам сегодня хотела показать это тест новых красителей для бомбочек мое такое мнение они не очень хорошо подходят для бомбочек то есть они совсем не подходят для бомбочек это мое личное мнение на сегодня у меня все большое спасибо что посмотрели сегодняшнее видео я надеюсь оно было вам полезным я с вами прощаюсь до новых встреч всем отличного настроения и пока пока пока